Сегодня отдание праздника Пятидесятницы, и мы вступаем в период пения так называемого аутоика. Самый насыщенный и глубокий период жизни Церкви, это период постной и цветной триодии. Это четыре десятницы, Великий пост 40 дней, потом пятидесятницы, 90 дней, 3 месяца, жизнь, начинающая с начала Великого поста, уже где-то с приближением весны, и вот до лета, это самый главный период жизни Церкви. Там есть все. Дальше тоже есть все. Там самая насыщенная, концентрированная церковная жизнь, период пения, повторяю, пост и цветной триодии. Сейчас начинается период Актоио. То есть это будет такой период, длится он будет опять-таки до, значит, после рождественских праздников уже будем готовиться к следующему Великому посту. Значит, сегодня я хочу обращать ваше внимание на то, что после пятидесятницы начинает читаться из Евангелия от Матфея Нагорная проповедь. Нагорная проповедь. Христос вообще учил людей притчами, а без притча Он говорил редко. И вот эти редкие проповеди Его, которые Он просто прямо говорил, без притча. Обычно, допустим, собрались бы мы возле Господа с вами, если бы мы жили в те времена, если бы Он благоволил с нами разговаривать, то Он бы говорил с нами про зерно, про рыбную ловлю, про хозяйку, про потерянную монету, про детей, про пир, про одежду, чистую, нечистую. Он бы с нами говорил такими загадками, и мы бы потом запоминали бы эти загадки и пытались бы их разгадать. А что Он хотел сказать? Ну и ученики спрашивают, а что ты имеешь в виду, а что это и как это? А без притчи Он говорил мало. И вот то, что без притча Он произнес, прямо свое такое, снес с небесное учение. Это была Нагорная проповедь. Как Моисей, Христос ведь, как говорили еврейские мудрецы, значит, Искупитель и Избавитель, Мессия, должен повторять дела Моисея. И между Моисеем, который вывел народ из Египта, и Мессией должны быть много параллелей. И вот Моисей с горы снес высоко, и на горе проповедовал на Синайском. И Христос произнес Нагорную проповедь, с горы, нашел некое возвышенное место. И очень много событий евангельских было на горе, допустим, Преображение, тоже на горе. Он открыл свою славу ученикам своим, малому числу учеников своих. И вот одно из таких важных деяний Господней было Нагорная проповедь. Там нет никаких притч, там очень прямая речь, которая ужасает человека. Потому что Христос дал такие нравственные правила, которые являются каким-то ужасом для грешника. Понимаете? Вот это тихий ужас для грешного человека. Если сравнить их с заповедями Ветхого Завета, которые Моисей снес с горы, там эти десять заповедей, то это для детей. Хотя никто, ни один народ в мире не исполняет эти десяти заповедей. Значит, допустим, ты в частника не убивай, не прелюбодействуй, не укради, не пожелай чужого, чти отца и матери. Ну, представьте себе, чтобы на земле, например, был хотя бы один народ, в котором не было бы убийств и прелюбодеяний. Первыми были безработные все работники прокуратуры, следственных органов. Все тюрьмы нужно было бы расстрыть и всех подпускать. Потому что, ну, некого ловить, судить, обвинять там. Все бракоразводные процессы бы закончились, потому что половина всех бед в мире из-за неверности, блуда, разводов. А потом дележка детей, потом дележка квартир, а потом, значит, всякие там и то, и другое. Представьте себе, если бы не было в какой-то отдельно взятой стране, вдруг, если бы там так получилось, что Бог дал, что они вот все живут и соблюдают десять заповедей Моисея, всего-навсего. И там бы не было кровопролития, блуда, например, там, и, допустим, похищения чужого. Да это была бы какая-то, не знаю, это было бы какая-то, да это было бы Эльдорадо, да это был бы рай. Все остальное это ерунда. Пустим, там, вот там жизнь, а что там такого? Мы там такие машины ездим, а еще что? Там такое кино показывают, а еще, там пальмы растут. Это ерунда все. И под пальмами, и в машинах, и при кино, и при всех цивилизациях. Блуд, грязь, разврат, обман, воровство, зависть, жадность, самоубийство и все, что хочешь. Ну и что такого? Где такая страна на свете есть, в которой жить человеку было бы легко? Нигде, потому что грех везде мучит человека. Везде. Наоборот, даже мучит его там, где живут более роскошные, более богатые. Люди сумасходят от сытости, и чем сытей живут, тем больше сумасходят, правда? Так вот, эти 10 заповедей, они простейшие, и они оказываются каким-то неисполнимыми. Потому что нет ни одного, повторяю, на земле народа, такого народа человеческого, какой-то такой племени людского. Будь то там, скажем, та же Россия, русские люди, или грузины, или болгары, или сербы, или американцы. Но нет таких, которые бы все это исполнили. А это очень простые заповеди. Когда же Христос произнес свою нагорную проповедь, то здесь можно просто там, где стал, там сесть. А если сидел, там не сидел, там и ляжет. Потому что не просто, он говорит, что нельзя прелюбодействовать. Он говорит, что нельзя смотреть с вожделением на лицо противоположного пола, потому что взгляд, это уже совершение греха в сердце человеческом, и тут уже прелюбодействует в сердце своем. Не только нельзя убивать. Вы слышали, что говорили древние, что древним сказали, не убей. А я говорю, не гневайся. Пусть и представить. Если мы, допустим, мы не убивали, но я, допустим, знаю, что многие из вас невинны в пролитии крови, кроме тех, кто аборты делал, или тех мужиков, которые женщины аборты толкали. Это реальные убийцы. Это конкретные реальные убийцы. Что мужик, толкнувший женщину на аборт, что женщина, пошедшая в кресло, и легшая перед этим палачом, раздвинувшая ноги, и выстрелившая из себя, зачатывающая. Это конкретные убийства. Поэтому, кто, например, в абортах виноват, тот не говорит, я не убивал. 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 Лучше бы ты на войне убил кого-то. Это был бы меньше денег. А это убийство. А остальные, допустим, люди в этом не виноваты, никогда не брав женуке, там, топор, там, значит, никого не зарубив, можно убить рощерком пера. Судья несправедливым решением, каким-нибудь отъятием имущества, увольнением с работы несправедливым, значит, там, еще где-то в тюремном заключении не виноватого человека, тоже может убить человека. Он говорит, я в него не стрелял. Да не надо стрелять, можно не убить человека, а шариковый ручер. То есть там с убийством тоже много всяких. С воровством, кстати, очень непросто. Я в карман, допустим, никому не лазил. Но я, например, украл у кого-то здоровье. Или время. Или чужое доброе имя. Или воспользовался чужими интеллектуальными трудами. Кто-то написал какой-нибудь профессор, например, сделал себе ученое звание на неоплаченном труде множество своих студентов, которые на него как раз работали, работали, написали ему очередную работу, и он получил себе какое-нибудь там ученое имя. Мало ли таких людей. Моцарт и Сальери. Тот написал, тут прославился. И так далее. То есть воровать, убивать, можно совершенно по-разному. То есть это очень важно. И над ним нужно задумываться, потому что мы часто думаем, что я не убивал. Потом копни, да убивал еще много раз, оказывается. Я не крал. Да подожди, сейчас разберемся. А каждый крал, и красть не перестаешь. Но Христос принес вообще к нам, я еще раз повторяю, слышали, что древним сказано, не убивай. Я говорю, не гневайся. Слышали, не прелюбодейся. А я вам говорю, не смотри с вожделением. Слышали, что сказано, не бери чужого. А я говорю, отдавай свое. Слышали, что сказано там, допустим, сказал на человека какое-нибудь обидное слово, ты повинь гений огненный. То есть скажешь, урод, повинь гений огненный. Скажешь ему рака, то есть дума человек, повинь суду. И так далее, и так далее. То есть он настолько поднял планку этих нравственных требований, что по ним жить может только человек, исполненный Дух Святой. Почему эта Нагорная проповедь читается именно после Пятидесятницы, после праздника Сосшествия Святого Духа на Апостол? Потому что это нравственность, которая неисполнима человеческими усилиями. Она может быть исполняема только по мере помощи Божией, по мере исполненности человека Духом Святым. А без этого человек не то, что исполнить этого, он этого слышать не может. Когда к человеку начинаешь говорить, что он такое, то он затыкает уши, как Астанг, затыкающий уши свои. Что вы мне тут говорите? Так не может быть. Так нельзя жить. Это действительно так. Так нельзя жить, если ты Духа Святого не имеешь. Поэтому вот эта прямая речь Господня. Потом он, когда он это все произнес, о милостыне, о молитве, там есть учение, значит, о посте, это все в Нагорной проповеди, что постился в тайне, что Отец, видящий тайны, воздаст тебе яви. Не показывай себя унылым, не допускай на себя постный вид. Постись внутри, а снаружи помашь голову, и лицо умой, и так далее, значит, такое. И милость мне подавай, не так, чтобы тебя видели, подавай так, чтобы Отец знал. Отец видит тайны, и воздаст тебе яви. О молитве там как раз. Отче наш Господь произнес, именно внутри Нагорной проповеди. Заповеди блаженства произнес. Кто блажен? Нищие духом, плачущие, жаждущие правды, милости, миротворцы, с чистым сердцем, и так далее. Вот это он снес, небесное учение снес. Понимаете? И после этого прекратил прямо говорить с людьми. Вот здесь, в этом есть некая тайна. После этого он прекратил вообще с людьми говорить прямо, а стал говорить с ними только притчами. Только притчами. Притча о том, притча об этом, притча о том, притча об этом, и опять прямо заговорил Господь, только перед смертью, в Девсиманском саду, когда с учениками произнес последнюю молитву, и последняя беседа Христа с учениками, это там 15, 16, 17 глава Евангелия от Иоанна. Это тоже прямая речь. Она уже таинственная. Там он уже говорит о духе, который придет после него, о будущем мира, о том, как он пойдет к Отцу и будет молиться о тех, кто любит его, и так далее, и так далее. Там тоже прямая речь, но это уже не учение, это уже нечто большее, это уже тайноводственные слова. Ну, и я говорю это вам для чего? Для того, чтобы вы, может быть, в эти дни раскрывали Евангелие от Матфея, и пятую, и шестую главу, и седьмую, это Нагорную проповедь, и читали, и вчитывались в эти слова, потому что это действительно велико и красиво, и когда человек в изумлении замирает перед заповедями, которые не может исполнить, то ему подается от Бога как раз тогда смиренные помыслы, он перестает думать о себе, что он правильный, что опасно, когда человек думает о себе, что он хороший. Хочешь узнать о себе, кто ты такой, почитай Евангелие. И в Евангелии, как в зеркале, видно, насколько ты слабый. Вот. И вот, когда человек в изумлении читает заповеди Божии, он признается перед Богом в том, что сердце его нечисто, что он действительно хромает на оба колена, что в нем нет духовной силы и мудрости, нету мужества, нету этой духовной исполненности, и тогда оттуда от смирения может будет начаться молитва в человеке, а от молитвы начнется все остальное доброе. Поэтому вот в эти дни, после зашествия Духа Святого, читайте, пожалуйста, то, что Церковь благословляет, повторяю, это Евангелие от Матфея, Нагорное, проповедь Господа Иисуса Христа. Хорошо было бы сесть там вот сейчас, там, где стоишь, как Христос учил людей, сажал их на траву, на кубы делил их там по 50, по 40 человек и беседовал с ними, а и было их иногда по 5 тысяч и больше. Хорошо бы было так вот сесть, где стоишь, раскрыть Евангелие и почитать внимательно его одну страничку, другую, да поговорить об этом, да подумать, да поплакать, да задрожать от страха, да порадоваться, да влюбнуться, помолиться, но этим надо заниматься. Горе и беда, что никто нигде этим почти что не занимается. А это очень надо человеку. Человеку нужно читать Евангелие, причем не одному один на один сам с собой. Сижу себе сам при Евангелии, мы читаем себе сам его. Это хорошо, но это очень мало. Евангелие нужно читать в общине, Евангелие нужно читать в собрании верующих. Что одно дело, когда я читаю сам, я вообще обычно ничего не понимаю, когда я читаю сам. Как только начинаешь читать с кем-то, начинаешь геологически читать, вслух читать, так что один читает и слушает, начинаешь рассуждать, размышлять, беседовать об этом, сразу начинают играть эти алмазные грани каждого отдельного божественного слова. Потому что драгоценные камни. Каждое евангельское слово драгоценные камни. Его можно так на свет его смотреть и так, и так, и так. И он радует твой глаз и начинает веселить твое сердце. Это один из путей стяжания Духа Святого. Нам это очень надо. Может быть, когда-то, где-то кто-то, может быть, не при нашей жизни, мы начнем заниматься этим, учить людей день и ночь. Учить людей день и ночь, как просто у Павела, учим людей так, чтобы они сидели по всему по подоконникам сидели. И он всю ночь учил, что из подоконников падали, как мухи засыпали. Там описывается в книге деяния. Говорит, Павел продлил слово до ночи. Некий юноша именем Евтих на втором этаже на окне сидел, задремал и рухнул вниз. И все думают, ой, убился. Павел подошел к нему, обнял его. Нет, говорит, душа его в нем, он живой. Вот Евтих проснулся, встал, и Павел дальше начал пропадать. То есть ненасытно день и ночь, год за годом, день за днем, часами, 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 часами. Люди говорили о Евангелии. Понимаете? То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, против нашей бессмертной души идет война. Дьявол стреляет в нас то маленькими стрелами, то большими, то горящими, то отравленными. То попадает, то промазывает, но чаще попадает. И 24 часа в сутки он не спит и воюет с каждым человеком. А мы для своей бессмертной души едва-едва можем выбрать там полтора-два часа в неделю, в воскресный день, для того, чтобы как-то где-то там эти стрелы поманимать, из себя там какой-то мазью помазаться, перебинтоваться, исцелиться и дальше, как-то дальше жить. А он дальше, когда вышел за храм, он пошел дальше стрелять по теле, понимаете? Очевидно, что для того, чтобы быть более защищенным, более умным, более серьезным, более сильным, надо больше работать, конечно, надо больше работать. Нельзя так, значит, чуть-чуть, немножко, ну, на тебе, Боже, там полтора часа в неделю, вот, и пошел. А теперь ты мне должен все остальное. Вот они приходят, помолятся в 15 минут, говорят, а теперь ты мне обязан, я же верующий, ты же меня любишь, ну, теперь давай мне все, все, что ты мне должен. Нет, надо Богу отдавать как можно больше времени, нужно к этому стремиться. Напоминаю, что церковь открыла нам перед нами в эти дни Евангелия Матфея, на горную проповедь, пожалуйста, упражняйте в тени Писания, и даже там, где мы, священники, не успеваем вас чему-то научить, или не можем, не получается у нас, или мы сами не знаем ничего, или мы устали, или у нас нет времени, значит, или что-то там такое, 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 то вы сами, пожалуйста, ни на кого не обижаясь, ни на кого ни в чем не обвиняя, сами учитесь, и будьте Божьими, читать умеешь, умею, крещённый, крещённый, открывай книгу Нового Завета, наполняйся духом, оплакивай свои грехи, люби Христа, каждую страничку поцелуй в этом Святом Евангелии, на каждой страничке должен быть след твоих слёз, вот, и так с этой книжкой иди по жизни, мы не научим, сам научись, Христос наш, говорит, не называйте никого на земле учителями, один, потому что у вас Учитель Христос, и Отцом никого не называйте, говорит, потому что один у вас есть Учитель Христос, учитесь у Него, дорогие христиане, это прямая обязанность каждого верующего человека, и я верю, и знаю, что Господь Иисус Христос знает не только число волос на нашей голове, но в особенности знает, кто любит Его, кто не любит, кто служит Ему, кто не служит, кто стремится к Нему, кто не стремится, и те, кто любит, стремится и служит Ему, Господь будет беречь так, как в псалмах написано, как зениц ока. Прикасающийся к вам прикасается к зенице ока Моего. То есть будете возлюбленными и избранными. Будьте возлюбленными и избранными. Господь да поможет. Живите в мире и в тайне сердца служите воскресшему Христу. Вот такая наша святая, тяжелая, но очень благородная задача. Аминь. Целуйте крест, с Богом по домам, сегодня вечером благослужение получит. В 18 часов слушайте благодарственные молитвы. Сейчас после благодарственных молитв, панихиду отслужим за усопших. Субботний день это день повиновения всех почивших в дверях. Ну и ближайшее воскресенье, завтрашний день это день памяти всех святых. Опять-таки, это связано логично с праздником Сушествия Духа Святого, потому что святые это те, в ком Дух нашел себе место. То есть, когда потоп был всемирный и выпускал ноги из ковчега птиц, там ворона отпускал однажды, потом голубя, и голубь он летал, летал, не мог найти себе покоя, потом принес небольшую веточку во рту, а потом улетел и больше никогда не прилетал. Это означало, что сухая земля появилась, и голубь мог крылышки сложить и ножки поставить на сухую землю. В виде голубя Дух Святой сошел на Господа Иисуса Христа в Иордане. И вот святые люди это те люди, в душах которых этот голубь Святой, Дух Святой нашел сухое место, опустился, нашел себе покой и в них почивает. Говорит, «Яков свят, если Боже наш, и во святых почиваешь». Так говорят, во святых почиваешь. То есть, во святых отдыхаешь, во святых живешь, во святых упокоиваешься. Святые люди это те, в которых Духу Святому не тесно, которые пришли к людям, к которым Дух Святой пришел и нашел себе покой в сердцах этих избранных людей Божьих. Их очень много. Их очень много. Их невозможно перечислить. В псалмах написано «И зачту их, и пачи песка в множестве, и миллионы святых за всю христианскую историю». И есть много известных по именам, а есть еще больше число неизвестных. И чтобы всех их почтить, в ближайшее воскресенье будет память всех святых от века Богу угодивших. От Адама до сегодняшнего дня и число это будет пополняться. До страшного суда число святых непременно и неизменно и постоянно и неуклонно будет пополняться. В нашей стране и в других местах. Потому что святые всегда есть. Когда их не будет, жизнь потеряет смысл. Как только святость прекратится, тут же жизнь и пересохнет. То есть этот ручеек человеческого бытия закроется как краник. В одну секунду как только святость исчезнет. То, что мы с вами живем, мы живем чьими-то молитвами. Мы живем благодаря чьей-то святости. Мы живем благодаря чьей-то праведности, чьей-то мудрости, чьей-то верности, чему-то трудолюбию, чему-то мужеству и так далее. Мы живем чужими добродетелями. И слава Богу за то, что святые есть. И еще больше Богу слава за то, что мы не знаем настоящая святость, она такова, что ее незаметно, как воздух. То есть самое святое никогда незаметно. Его не видно. Оно есть, ты им живешь, ты его не видишь. Настоящие святые, они именно такие. Мы их в лицо не видали, настоящих святых. А они есть. И их молитвами продолжается история церкви, история жизни отдельного человека и история целого человечества. Итак, целуем крест, слушаем благодарственные молитвы с Богом по домам. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!